Дорогие друзья, сегодня для вас я хочу сделать обзор на своего рабочего места и пригласить вас на свои занятия, показать, где мы работаем, где мы сейчас учимся. Это офис на Дмитриевского, 11. Вот это входная группа и такой вот небольшой у нас уголочек отдыха, да, куда девочки приносят, приходят, ставят свои сумочки, здесь мы пьем чай и немножечко беседуем. Это мои книжки, вот такая стеночка, да, здесь у нас раздевалка, так, здесь у нас вот такая вот ширма самодельная, конечно, за которой мы прячемся, когда переодеваемся, например, очку, потом ее вот так открываем, здесь висят наши одежды. Дальше. Давайте общий обзор вот такой вот сделаем всей комнаты. Моя голова немножко мешает, но я думаю, вам все равно понятно. На этой стороне у меня стоят две промышленные машинки, посередине стоит вот такой большой стол. Мы здесь сидим с девочками, группы у меня очень маленькие. Шесть-семь человек, которые помещаются у меня вокруг вот этого стола, потому что я считаю, что наша тема достаточно сложная и заниматься надо так, чтобы до каждого человека доходило практически индивидуально. А если будут большие группы, то это будет уже невозможно. Давайте посмотрим, что у нас тут есть. Вот это у нас поближе машинки бытовые. Вот они стоят. Дальше идет парогенератор с гладильной доской. В уголочке стоит у меня манекен. Там я дошила, надела на манекен вторую ветровку, которую мы вам обязательно добавим. Снимала в этот раз очень подробно. Ну и хочу порадовать. Это зеркало. Это шкафчик, который стоит у дверей у нас, да, с тканями. Там я в зеркало, вот смотрите, спинка оказалась. Люблю вот эту вот и хочу с особой гордостью вам рассказать про вот эту машинку. Посмотрите, какая у меня машинка. Это новичок в моем, так сказать, парке машин. Как же сделать? Вот ее видно, по-моему, сейчас хорошо, да? Называется она Дюрток. Адлер 261 на ней написано, да? Я от нее просто в восторге. Настолько она хорошая, она современная. Она с этим вот мотором, сервомотором, двигателем, который встроен в эту машинку. И она практически не шумит. Работает только тогда, включается, когда мы нажимаем на педальку. И настолько же она плавная, мягкая. Я просто, просто, просто очень и очень ее люблю. Единственное, что я бы хотела посоветовать, если кто-то захочет купить вот такую промышленную универсальную прямострочку, машину, не покупайте ее с такой вот, с большой, с навороченной электроникой. Потому что этой электроникой оказалось так, что нам в индивидуальном пошиве работать неудобно. Чуть-чуть нажмешь педаль, и она начинает лапку опускать, поднимать резко и обрезать нитку зачем-то. То есть, вот это автоматическое обрезание нити мне оказалось совсем-совсем не нужно. И автоматический подъем лапки какой-то с помощью педали мне тоже оказался не нужен. Мы сделали коленоподъемник, и я работаю с ним. Остальное все просто удивительно. И совсем недавно появилась у меня вот еще одна вот такая промышленная машина. Это оверлок джек у меня называется. Тоже очень мягкий, очень хороший, влюбившись в прямострочку промышленную. Прямострочку я не смогла устоять и приобрела еще вот такой оверлок. Это таких два приобретения на всю-на всю оставшуюся жизнь. Работает безупречно, не стучит, не гремит, детальки все железные. И, конечно, теперь на фоне вот этих двух промышленных машинок, мои те две бытовые машинки кажутся мне уже не такими. Какими бы я хотела их видеть. Что еще из оборудования у меня есть? Есть вот такой вот рукав, называется. Я им, конечно, очень широко пользуюсь. Вы его можете всегда приобрести в любое время. Вот Мариночка сделала мне вот такой подарок. Эта подушечка сделана из тряпочек, набита тряпками. Я ей широко пользуюсь. Спасибо Марине. Вот такая у меня всего лишь навсего гладильная доска. Нет стола гладильного какого-то, потому что я не занимаюсь производством. Да и, собственно говоря, всю жизнь этот стол мне был как-то не нужен. Для того, чтобы шить платье, пальто, брюки, мне достаточно вот такой вот небольшой гладильной доски. Если хотите, лайфхак. Я никогда не меняю вот эти вот чехлы на нее. Когда я покупаю новый, я просто обтягиваю его, натягиваю его поверх старого. И таким образом у меня становится такая подушечка-подушечка. А в основе гладильной доски лежит совершенно простая ДСП. ДСП, потому что если у вас навороченная какая-то доска, сделанная основание из алюминия с отверстиями, вы знаете, что этот алюминий со временем прогибается, отверстия пропечатываются, и я такое бракую. И потом, для удобства работы нам не нужна доска широкая. Моя доска это примерно 32 сантиметра в ширину, всего лишь навсего. И вот такая вот гладкая головка, чтобы можно было на краешке головки тоже что-то сутюживать, что-то тоже доработать. Мой любимый парогенератор. Парогенератор, вот он какой у меня, фирма. Филтер Супер Мини, 2002 год. Профессионал, 2 литра. Это турецкая фирма, он у меня уже второй за всю мою историю. Очень его люблю. Вот. Оверлок, Фэмили, тоже хороший оверлок. Очень хороший оверлок, потому что я ставлю ниточки и никогда не подкручиваю натяжение нити. Посмотрите, где у меня стоят. Меняю другие ниточки, и у меня единички, 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 двойки. И стоит все на двойках вот в данный момент. Меняю нитки, и любыми нитками он у меня шьет. Я очень им довольна. Вот эта машинка Хобби, Фафф, Хобби 1142. Конечно, она у меня очень давнишняя. Ей лет уже, наверное, 12, 12 лет. Она много раз ремонтировалась. У нее ломается лапка заднего хода. Это какая-то техническая недоработка. И поэтому она вот такая вот. И она уже свой век износила, но я ей тоже благодарна очень, потому что вы приходите ко мне самые разные. Кто-то умеет шить, кто-то нет, кто-то у кого-то есть опыт, у кого-то нет. Поэтому все на ней шили, и всех она выдерживала. Ну и сейчас она попросилась уже на отдых, на пенсию. Поэтому я купила вот ту машинку, с которой начала свой обзор. Так, ну что еще? Вот это зеркало. Мы, наверное, видим себя в зеркале. Вот здесь, да, зеркало, шкафчики. Вот там наверху полочка. Это ваши подарки собраны. Кто что мне дарил, тот книжки. Ну и вот, собственно говоря, все. Так, вот там тоже подарок стоит наверху. Вышила девочка у меня, ученица. Вышила вот это вот все. Не знаю, машина, наверное, вышила. Это Коко Шанель высказывание. Вещи ручной работы, роскошь. Иметь их каждому не обязательно. Кто хочет их получить, либо платит мастеру за труд, либо делает это сам. Коко Шанель. Вот. На этом разрешите, мои дорогие, свой обзор сегодня закончить. До новых встреч. Задавайте свои вопросы. Присылайте. Я с удовольствием буду вам помогать. Всегда ваша Галина Коломейко. Присылайте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова